Время жизни. В Крыму оборудуют 20 вертолетных площадок в районных больницах. Без них санавиация теряет драгоценные минуты. В экстренных ситуациях пилоты вынуждены приземляться даже на футбольные поля. Как сейчас медики борются за пациентов, расскажет Дмитрий Попов. Был перелом позвоночника на уровне грудного отдела. Были переломаны ребра справа-слева и закрытая черепно-мозговая травма. Фельдшер Анастасийский Евгений Подурец вспоминает несчастный случай. Однажды мужчина упал с дерева у себя в саду. Так как это произошло в Старом Крыму, а квалифицированную помощь нужно было получать срочно, пришлось вызывать санавиацию. Подобных тяжелых случаев бывает до трех в день. В прошлом году спасли 178 пациентов. Экономия времени. Это, как говорится, золотой час для пациента. Особенно это для инфаркта, инсульта. Это очень важно доставить до 12 часов. В обратном случае можно и не успеть оказать нужную помощь. Препятствие номер один – отсутствие специальных вертолетных площадок. В каждом случае пилотам нужно искать место для посадки. Но скоро все изменится. В Крыму появится 20 новых вертолетных площадок. По одной в каждом регионе. В Симферополе ее построят в клинической больнице скорой помощи номер 6. Находиться она будет на территории учреждения. Вот как раз сама больница. Главный вход с другой стороны. Взлетная площадка будет примерно здесь. Запланированная площадь 30 на 30 метров. К строительству приступят после стадии планирования. Это может быть в конце года. У медучреждений будут установлены целостные имущественные комплексы. В них будет входить навигационное оборудование, многослойные площадки, складские помещения со специальным инвентарем и сигнальная аппаратура, которая позволит принимать вертолеты в ночное время. В среднем одна вертолетная площадка будет порядка 15 миллионов стоить. Это проектирование и непосредственно само строительство. Пока в Крыму нет ни одного своего санборта. Помогают соседние регионы. До 2023 года появится вертолет «Ансад». Он легкий, компактный, обладает встроенным медицинским модулем. Стоимость летного часа по подокраснодарского края будет в три раза ниже, чем у нас сейчас. С учетом зарплаты пилотов и летной нагрузки, эксклюзационных расходов. Взлетные площадки для вертолетов построят в следующем году. Без них, чтобы доставить пациента с борта в палату, иногда приходится тратить до 20 минут. Последствия это время может сократиться в четыре раза. Дмитрий Попов, Данил Захаров. Новости 24.